Всем привет! Это Таньма Таня. Сегодня будем разбираться в скрытых смыслах русских сказок. И первый вопрос, который очень часто вы можете услышать даже от ребёнка. Мама, а где оно? Тридевятое царство, где же оно находится? А те, кто подписан на мой инстаграм, дети Таня Матани, на этой неделе я буду проводить неделю сказок. Обязательно будем там играть с детьми и разбираться в скрытых смыслах сказок. Мама, а где оно? Тридевятое царство, где же оно находится? Когда вы начнёте искать ответ на этот вопрос, то ответ будет просто математический, астрономический и будет совершенно непонятно, откуда наши древние знали такое. Вы знаете, например, что наши предки считали не только в десятичной системе, но и в девятиричной, то есть кратную девяти. И тридевятое это три умножить на девять, то есть равное двадцати семье. И поэтому тридевятое это три раза по девять, то есть очень-очень далеко. То есть нужно уйти двадцать семь стран от себя, и вот где-то там оно и есть, это тридевятое царство. Ну а теперь очень интересный факт. Расстояние от Луны до Земли тысячи, шестьсот тысяч километров. При максимальном приближении спутника выходит девять окружностей Земли или девять земель. Когда Луна находится в дальней точке, расстояние четыреста тысяч километров. Это уже десять окружностей или десять земель. И вот и получается, что тридевятое царство, тридесятое государство, это и есть Луна. И расстояние это не фиксировано, а меняется от девяти до десяти. То есть точного расстояния никто не знает, и поэтому так трудно до него дойти. А вот за три девять земель это уже за пределами системы Ярила-Солнца. В нашей Солнечной системе существует двадцать семь земель. Это было все изучено, просчитано и вошло в астрономическую систему, называемую Даарийский круголет число Бога. И как раз с ней нас знакомят древние сказания. И населяет это тридевятое царство, тридесятое государство. Всякие существа, которых на Земле просто нет. Их не может существовать, потому что они где-то оттуда, с далеких планет. И как попасть туда? Очень сложно. В этом нам помочь может только Баба-Яга, которая живет на границе миров. Бессмертие это мечта всего человечества. Но в русских сказках бессмертных не существует. Даже если Каще бессмертный, у него все равно есть припрятная смерть и есть способ его уничтожения. То есть в принципе, да, вы можете очень-очень-очень-очень долго жить, но все равно вы умрете. Этому учат наши сказки. И ведь это очень-очень важный смысл, что должно проходить обновление. Более того, в наших сказках заложено, что бессмертие не есть хорошо. Ни одному положительному герою не свойственно быть бессмертным. Это, как правило, отрицательный герой. И у нас подсознательно, внутри нас заложен вот этот вот механизм, что человек смертен, а бессмертие это плохо. И этот образ бессмертия в виде Кащея, это отторгает нас от того, чтобы мы захотели стать бессмертными. И что мы должны стремиться к этому. Никто же не хочет превратиться в Кащея бессмертного. Кстати, последний вариант богатыря, который пытается все время как-то влезть в сказки, там как раз-таки сделан богатырь, который захотел стать бессмертным. Это единственный вариант, когда было такое возможно. Потому что в современном человеке, в современном обществе оно уже закладывается и ломается этот стереотип. И это очень-очень опасные весы, когда человек не поверит и захочет достигать бессмертия и превращаться в Кащеев. Ну и тут стоит, конечно, перейти от Кащеев бессмертного к Бабе-Яге. А кто такая Баба-Яга? Давайте разберемся. О Бабе-Яге можно говорить бесконечно, столько заложено в этом образе, в этом символе. И не случайно она в сказках, и не случайно дети подсознательно всегда, даже во взрослом возрасте вспоминают Бабу-Ягу. И никто не может сравниться по страху с Бабой-Ежкой. Почему? Даже одно простое слово, настолько сильное, что оно всю жизнь у нас создает серьезнейший, сильный образ, откуда-то из ду-три, из подсознания вытаскивая его. Как правило, Баба-Яга живет где-то в Тридевятом царстве и, как правило, на границе. То есть для того, чтобы пройти дальше, нужно обязательно пройти Бабу-Ягу как первое испытание в какое-то другое царство, где все по-другому, другие законы. Курь-еножки. Курь-еножки – это тоже очень важное такое нам послание, потому что очень часто именно интерпретируют, что это окуренный кур, да, курь. То есть это обрядовое сооружение, стоящее на окуренных ногах, то есть чтобы они были крепкими. В болотистых местах, а именно такое место, как правило, в лесу, где-то глубоко в лесу, да, и, возможно, именно там в глубоком лесу стоит эта избушка, и, значит, там плохая местность и болотистая. Так вот, на стропилах как раз ставили избы, и именно их называли курьи, их окуривали. Есть еще одна версия. Название курь-еножки происходит от курных, то есть окуренных дымом столбов, на которых славяне ставили избу смерти. Небольшой сруб с прахом покойника внутри, такой погребальный обряд. И вот в таком доме живет Баба-Яга, которая как бы находится на границе двух миров. Еще существует такая версия, что не случайно именно мальчики попадали вот в эту избу, что это был своеобразный обряд взросления, что ты должен пройти вот это испытание через Бабу-Ягу, через этот дом. Потому что мимо этого дома по сказкам пройти нельзя, ты должен обязательно в него войти. Этот дом ты как бы оборачиваешь к себе. Почему куриные ножки появились в последствии? Потому что как будто он оборачивается, да, поворачивается к тебе лицом. Он был повернут лицом к другому миру, к лесу. И вот этот вот обряд взросления проходит те, кто смекалистый. Потому что Баба-Яга, хоть ее и обвиняют в том, что она неопрятная, и она все время сначала моет в баньке того, кого она к себе привечает. И очень часто отпускает, когда тот отвечает на какие-то вопросы, оказывается смекалистым. И когда она такого встречает, она даже ему очень часто помогает. То есть очень-очень много смыслов, если вы начнете читать, и это все заложено. Есть еще один смысл про Баба-Яжку. Это почему вот эта женщина, да, потому что предполагайте, что она женского пола, потому что Баба, почему она в лесу живет, не в деревне, почему ее так все боятся. Потому что иногда она вот из-за того, что она там магическими какими-то обладает атрибутами, что она колдунья, и очень часто, что вот это ведунья, и к ней, значит, вот она жила, потому что она занималась колдовством. Но есть еще одна версия, что вообще Баба-Яга – это не только символ смерти, потому что она вот вся там костяная и так далее, но и символ, и накопление всех уродств. Она худая, она неопрятная, у нее костяная нога. То есть вот все признаки уродства и отторжения, которые вот есть в человеке, они присущи Бабе-Яге. У нее кривой нос. То есть вот все, вот вспомните все, что описано про Бабу-Яжку, это вот такой образ, который мы должны отторгать. И как раз-таки в русской культуре очень-очень сильно было развито отторжение всяких уродств. Беременная женщина была плохим признаком, если она увидит какого-то коллегу, значит, у тебя кто-то плохой родится. Поэтому все уродства, они должны быть за пределами человеческого жилья, человеческой общины. То есть вот где живут люди, там таких Баба-Яжек не должно быть. И вот задумайтесь, вот сейчас современный мир, он ведь совсем другой. Мы уже не отторгаем Бабы-Яжек. Раньше это было основой выживания. Выживали только сильнейшие. Очень много детей рождалось и умирало. Но был отбор очень серьезный. И все уродства отторгались. Они должны были быть где-то там. Эти Бабы-Яжки живите вы там в лесу со всеми уродствами. И вот это уродство, оно не должно продолжаться. У Бабы-Яжки нету дочерей, сыновей, у нее нет продолжения рода. То есть это очень-очень серьезный смысл. Потому что сейчас мы стараемся, так как у нас изменились условия жизни, в которой мы живем, изменяется наша психология, и мы уже не считаем, что мы должны избавляться от уродства. Мы считаем, что мы должны продлить любую жизнь любыми способами. Почувствуйте, насколько это меняется. Ну и поэтому, наверное, были богатыри еще те. Поэтому общество было сильное. Поэтому поколение из поколения были славны богатыри. А теперь все меняется, потому что у нас идет подмена ценностей. И это происходит в том числе из-за того, что многие образы, которые мы видим в современные, они тоже меняются, и наши отношения меняются. И мы не считаем уже, что основой выживания является то, что только сильнейший должен выжить. Но Баба-Яга своего гостя не увидит, а сначала унюхает. Русским духом пахнет. Что значит русским духом? Ну, предполагается, что Баба-Яга вообще не видит. Иногда есть такая версия, и что она чует дух живого человека. Ну, потому что она живет на границе миров, и сама является проводником между этим миром и тем. А вот готовы к вопросу ребенка, а что значит русским духом пахнет? Знаете, лучше всего на этот вопрос отвечают дети. Потому что они отвечают, что русским духом это значит пахнет ягодами, грибами. То есть тем, чем пахнет Русь. Но взрослая версия в основном, что русский дух, это означает, что это смелость, это отвага. Потому что этими свойствами очень бы хотелось, чтобы обладал любой русский человек, и чтобы он был как богатырь. Осталось разобраться со значением слова Баба-Яга. Что же оно означает? Баба, ну понятно, да, женщина. Як. Як-лес. И оказывается, такие близкие слова по значению. Ягода. Ягель. Ка-ряга. И очень интересно, что именно к Бабе-Яге близкое по значению слово. Ва-ряг. А еще прислушаетесь к одному слову. Кня-гиня. Тоже Як. Видите, как все оказывается связано. Может быть, Баба-Яга это лесная княгиня. Очень много всяких значений можно найти и рассуждений в интернете. Например, Джет это сила. Ну, прекрасно помните джедаев. Так вот, предполагается, что Як и Джет это то же самое, что они близкие по значению. И что Як это тоже сила. То есть, сила в Яге. Если это все вот так вот соединить в нашем разуме, то Баба-Яга это джедай. А кто-то вспоминает племенного бога Ягу. И из-за того, что Баба-Яга сжигает в печи, то как раз она связана с огнем. Что она не случайна. Что печь это тоже какой-то такой символ прохождения в другой мир. Что она управляет огнем. Что печь это огромный символизм. И не случайно она сажает на лопату, задвигает в печь. То есть, в огонь. Вот видите, сколько значений у простой нашей сказочной Бабы-Яги. Очень много я рассказала про Тридевятое царство, Тридесятое государство. И про Кащея, и про Бабу-Ягу. Ну, много, конечно, я еще не рассказала. Но я пока прервусь и сделаю вам обязательно продолжение. Потому что нужно разобраться. А кто же такой Иван, дурак? И почему он дурак? То священно в русских сказках. И что высмеивают русские сказки? Ведь вопросов очень много. Если мое видео было интересным, обязательно поставьте ему лайк. И обязательно поделитесь в социальных сетях. И ждите, скоро будет продолжение. И не забудьте, в Инстаграме сейчас у меня будет проходить неделя сказок. Участвуйте в ней. Рассказывайте своим детям сказки. И получайте призы. Всем пока! Зато в конце все будет хорошо, зато в конце все будет хорошо.